друзья всем привет большой пламенный сегодня первый день полноценный чтобы можно было наработку сзади меня еще снег лежит наработка поехать на самокате давайте открывать сезон поехали спустя сезон после приобретения данного самокате к у нас пробег составляет сейчас секундочку всего двести сорок два километра многие сейчас такие сучу мы только выходные ребята я не понимаю как и когда вы успеваете заряжать самокат я как бы ну честно отъездил сезон на этом самокате и как бы ну это куга x1 до сих пор просто поговорим в этом видео на такое скажем так открывающий сезон видосов про самокате про самокаты 2021 году поговорим вообще актуальной модельки что есть на рынке и мне кажется старая добрая классика с нашим курсом валют будет более чем актуально так вот возвращаясь к тому что вы скажете паш а чё так мало километров то на самом деле этот самокат еще кому побывал крыму побывал и там в принципе вот каждый день эксплуатировали получается вот такая вот что чтобы это вот вот такая вот сумма на пробеге а погода друзья радует прямо сейчас небольшой перерывчик я расскажу вам о том что я сейчас забрался до работы заняло порядка 16 минут но друзья случился казус я упал на самокате перед торможением причем во время торможения перед пешеходным переходом просто за зиму отвык от мощи x1 это очень мощный резвый резкий аппарат который которого надо держать в узде скажем так я упал повредил себе руку обязательно контролируйте скорость своего передвижения не разгоняйтесь не делать резких торможений чтобы у вас потом не болели руки ноги ну в общем то в принципе больше я ничего себе не повредил самокат полностью в порядке и осмотрел отрифнулся и поехал дальше я собственно к чему говорю то я говорю потому что прямо сейчас мы пойдем и выберем коллектор самокат может быть что-то из новинок на 2021 год на сезон если вы задумываетесь от приобретения что сейчас можно взять в пороге от 15 до 40 тысяч рублей итак друзья давайте посмотрим на самокаты которые я сделал в подборке в нашей 2021 году перед началом сезона летнего весенне-летнего сезона здесь разделю на две части это самокаты 5 штук которые электросамокаты 5 штук которые я отобрал именно в сравнении среди этих пяти моделей мы выберем наверное самый достойный по бюджету и по техническим характеристикам вариант еще порядка десяти моделей которые я отобрал для того чтобы вместе с вами ознакомиться итак самокаты все рассматривал на нескольких сервисов в том числе на яндекс маркете все ссылки будут в описании и в магазине с которым я сотрудничал год назад где покупал свой наймбот макс и в принципе до сих пор могу рекомендовать если что ссылки будут в описании итак сначала я оглашу какие модели у нас в сравнительных характеристиках это 5 моделей и давайте я их вам перечислю самокат который я и ранее нигде не слышал это мини про не 626 стоимостью 24 тысячи 800 рублей это с электросамокаты которому вы наверное знаете а о про стоимостью 22 890 когда год назад он продавался за 17 990 я его в принципе тоже рассматривал приобретению как самокат который будет очень в этом плане как бы и легкий складной и водонепроницаемый и с хорошими техническими характеристиками далее третья модель это популярный производитель и бренд который я считаю что вы переплачиваете как допустим вы переплачиваете за брендирование яблоком мы если вы это касается смартфоном это halton light pro это самый дорогой самокат в подборке стоимостью 34 290 и мы двигаемся дальше четвертая модель ямато ps 0809 про стоимостью 21 900 рублей в принципе наверное вот этот вот порог от 20 до 30 тысяч рублей он наверное является золотой серединой если вы собираетесь приобретать самокат 2021 году и заключительная моделька это mac speed x8 13 ампер часов 48 ватт стоимостью 27 тысяч 900 рублей за эти деньги вы наверное получаете в этой подборочке самый топ но давайте не забегать вперед а просто ознакомимся технические характеристики различающихся параметров перед вами и в первую очередь хотелось бы обратить внимание что они плюс минус схожи и если расставлять по местам то первое место есть здесь естественно займет моделька mac speed x8 на 13 ампер часов второе место по мощности мотора и всему этому займет скорее всего halton light pro но он и самый дорогой и третье место наверное займет так у нас по 350 здесь 350 и с хорошими в принципе колесами колеса на 10 дюймов это вот модель которая я не знаю мини про mi 626 если забегать вперед если бы у меня спросили что из этих моделей я бы точно себе взял наверно бы за вот эти деньги я бы взял так 24 800 27 900 наверное все-таки mac speed x8 mac speed x8 это действительно мощный самокат с хорошими батарейка с хорошей батарейкой с мощным мотором с хорошим запасом хода с в принципе с производителем который зарекомендовал себя как благонадежного и среди этой подборки наверное бы выбрал эту модель и так двигаемся дальше и это самокаты которые я с которыми я хочу ознакомиться вместе с вами естественно в подборочку должны попадать модели куга вообще модельки серии с то есть стоимостью 20 до 20 тысяч рублей это с 2 и с 3 и с 4 и с 3 pro они всегда были скажем так народными а почему потому что за те деньги которые они стоят человек покупал в принципе то на что он рассчитывал это передвижение по городу за минимальную стоимость перед нами моделька куга и с 2 джилонг то есть оригинальный производитель в принципе вот белого цвета я сейчас на него смотрю давайте ознакомимся с техническими характеристиками по весовой категории 13 килограмм это очень легко то есть в принципе даже девушка может его смело взять с собой в общественный транспорт метро в автобус и троллейбус без разницы куда и и достаточно комфортно с ним передвигаться дальность хода до 25 километров указана скорость до 30 километров в час мотор 350 ватт батарейка 7 8 ампер часов 36 ватт вольт ватт и постоянно путаю поправьте меня пожалуйста но я не берусь быть каким-то экспертом поэтому не особо там переживайте но можете побомбить или похолеварить комментариях для того чтобы вы скажем так далее мне в этом плане как бы и шороху ну что в принципе эта моделька которую выдерживает до 120 килограмм хороший производитель что можно сказать стоит он 18 590 и действительно и действительно это самокат вот прям вот так взял за 18 500 купил и горе не знаешь горе не знаешь вообще горе не знаю что есть за 19 тысяч рублей с 2 это наверно один из лучших вариантов сейчас которые можно взять до 20 тысяч рублей двигаемся дальше чтобы не затягивать по времени и это самокатик который если честно я не знал раньше с этим брендом я не был знаком и пока не стал изучать что же можно купить 2021 году некий next drive nd7 что мы получаем мы получаем тот же вес что и предыдущая моделька 13 килограмм дальность хода мы уже не до 25 а до 35 километров скорость правда уже меньше до 25 километров в час мощность мотора 300 ватт и хороший аккумулятор 10 и 4 при мощности 36 и при этом у нас колесики уже идут достаточно серьезные ну и стоимость здесь практически вырастает практически в два раза этот самокат сиденьем прошу заметить сиденьем стоит 3800 рублей ну еще и шины пневматические то есть они скорее всего могут и нагрузка до 150 килограмм привод 10 дюймов колеса подсветка передняя задняя очень футуристично смотрится прикольно то есть еще и сидушкой 3800 рублей но в принципе имеет место быть не знаю напишите в комментариях кто не слышал об этом производитель или нет двигаемся дальше следующая третья моделька опять куга hx pro от завода джилонг то есть оригинал но тут в принципе цена растет это уже 32 тысячи 900 рублей то есть мы вышли за порог 30 тысяч рублей и как предыдущая моделька она имеет место быть тоже технические характеристики идут вверх вес самоката на килограмм больше 14 ну и вырастают все параметры по дальности хода и по скорости по дальности хода это 45 километров скорость до 30 километров в час мотор 350 колеса 10 дюймов что у нас пневматика нет или амортизации никакой жесткая подвеска высокий клиренс 14 сантиметров а нет пневматика до пшены пневматические передний привод в принципе за 32 900 ну не знаю наверное все таки дороговато ну с другой стороны сколько он стоил в том году он может быть меньше может быть также если честно я не знаю у меня во владении у меня моей семьи три самоката это куга x1 ninebot max и до сих пор старый добрый м4 pro на 16 тысяч ампер часов да если я не ошибаюсь еще старый закалки тот эти самокаты которые были народными любимцами но и при этом надо было понимать что их надо было перебирать прямо с завода двигаемся дальше следующая моделька это куга xs4 тоже original джилонг вес уже практически 20 килограмм 19 килограмм скорость до 40 километров дальность хода до 40 километров мощность мотора вырастает это 500 ватт и естественно с хорошей аккумулятором с 11 ампер часов 48 ватт 10 дюймов и что у нас здесь также колеса пневматические нету амортизация жесткая подвеска до 120 килограмм и в принципе также модель которую выбирали стоимостью всего лишь запрошу заметить 23500 рублей за 23 500 с 4 с гарантией оригинал джилонг это прямо очень хорошо двигаемся дальше и следующая моделька это aqua racer без понятия вообще чего за производитель но давайте посмотрим на что он нам предлагает 14 килограмм легкий самокат до 30 километров дальность хода скорость до 30 километров в час мотор 400 хорошая батарейка 10 и 4 для таких для такого веса я как понимаю что она здесь съемная можно будет купить дополнительную просто менять в рюкзаке что у нас по шину на слитые то есть вы должны понимать что в этом плане проблем не будет не будет проколов и стоимость 32 900 aqua racer я как понимаю он тоже жесткая подвеска он чем он примечательный прямой конкурент куба и сяоми давайте посмотрим 10-дюймовые колеса в общем aqua racer ну наверное типа самокат как и ауо с гидрозащитой непосредственно с завода то есть не надо делать никакую гидроизоляцию на самом деле это такое себе спорное решение и мы двигаемся дальше куба м4 pro джилонг 17 ампер часов 2020 года моделька обязательно должна быть в этой подборочке потому что за эти деньги за 35 900 это пока самый дорогой самокат который мы рассматривали сегодня но здесь все проверено временем весит он до хренище больше 20 килограмм на если быть точным 22 с дальность хода до 50 километров скорость до 45 километров в час мощный 600 ваттный мотор 17 ампер часов батарейка 48 ватт вольт без разницы как но за эти деньги вы наверное ну короче получаете трактор такой прям вот хорошо если нужен вам самокат сиденьем за 36 рубасов есть модельки 18 ампер часов есть на 13 на 11 в общем этот модельный ряд 2020 года он действительно это хорошее предложение на рынке и вы принципе как бы если у вас есть 36 тысяч рублей вы либо покупаете куга либо вы добавляете там порядка пяти тысяч рублей и берете на эндбот макс на эндбот макс многим не нравится потому что у него ограничение по скорости максимум 30 км в час здесь естественно выжмет больше двигаемся дальше электросамокат городской halton light плюс это 14 3 килограмма дальность хода до 45 километров потому что у него как я понимаю дополнительный аккумулятор скорость до 35 5 километров в час мощность 350 ватт 10 4 ампер 10-дюймовые колеса стоимость 34 290 и так пневматические шины то есть могут в принципе проколоться это надо понимать и иметь в виду мощность точнее до 120 килограмм это все взрослые эти время зарядки 6 часов 10 минут в клиент с 12 тишины пневматические ну что это halton это проверенный временем бренд в принципе напишите в комментариях как они себя если вы являетесь владельцем или услышали как они себя ведут в эксплуатации если у них какие-то подводные камни я ничего не знаю про эти самокаты ни разу на них не ездил ни разу их даже в глаза не видел хотя в принципе наверно где-то далеко в городе проезжали может быть обращал внимание следующая max speed x8 на 10 ампер часов 36 ватт так вот этот самокат у нас по моему в сравнении и был и это действительно мощная лошадка а нет это другое 400 ватт батарейка с до 40 километров до 30 это стоимость 29 800 в принципе в том году когда я делал несколько видео сравнительно точнее не сравнительные а про самокаты и мы рассуждали по что же выбрать и что купить в 2020 году многие писали что существует вот такая модель max speed x8 несколько модификаций и действительно я ознакомил ознакомливался и это действительно неплохие варианты до сих пор до тридцатки несколько моделей этих x8 x с разными батарейками многие их нахваливают и в принципе в принципе я ничего не имею против для того что если вы хотите x8 пожалуйста вот я вам напоминаю что существует вес кстати 16 килограмм достаточно легкий самокат вот людям больших городах важно чтобы самокат был легкий и не важно что мотор поменьше по мощности и не важно что батарейка не такая допустим крутая как на н-боте им важно чтобы они этот электросамокат могли доехать до метро сложить взять подмышку и пойти а это должно быть 15-16 килограмм максимум все что выше 16 уже и девушки сложно поднять и так далее и тому подобное двигаемся дальше предпоследняя моделька в нашей подборке это max speed mini 4 pro вообще тоже не первый раз его вижу въезд 16 килограмм скорость до 45 километров 500 ватт мотор 13 ампер часов батарейка и что мы получаем за эти деньги так привод задний электрофикационная электрофикационная система торможения мощный мотор стоимость 27 900 а сколько у нас колеса дюймов 8 дюймов колеса принципе в принципе мне весны не внешний вид немножко не нравится вот этот задний момент который касается задней подвески задние задних амортизаторов 27 900 ну может быть может быть и последняя моделька очень такое себе спорное решение стоимостью 26 800 легкий самокат 12 килограмм называется евроскутер то есть это такой китайский китай что мы получаем во-первых сиденья кто старый или кто любит как я раньше любил ездить на сиденья кто-то в принципе может присмотреться к этой модельки до 30 километров он едет до 30 у него скорость мотор 350 9 8 ампер часов батарейка 36 ватт 8 дюймов колеса в принципе все наверное они передняя летая задняя пневматическая передняя летая задняя пневматическая ну 26 800 как бы ну такое если честно не знаю почему я сюда поставил ну наверное потому что он что-то что-то может быть типа сиденьем как бы что друзья мы посмотрели сравнительные вообще сравнительный выбор что же все таки можно взять потому что когда я вот несколько часов ознакомливался с тем чтобы рассказать вам о том какие же самокаты все таки можно приобрести в 2021 году в апреле в мае месяце перед началом летнего сезона в принципе наверное рассказал все что хотел это действительно бюджет от нуля до 40 тысяч рублей сюда мы не рассматривали макса на имбот сюда мы не рассматривали да в принципе наверное все сюда мы не рассматривали x1 который стоит сзади меня на котором я приехал на работу и стоимость там порядка 32-37 тысяч рублей ну и наверное по всем остальным параметрам рынок не изменился он естественно будет повышаться чем ближе тепло тем дороже будут стоить самокаты я прогнозирую что по сравнению с прошлым годом стоимость электротранспорта повысится на 10-15 процентов из-за курса валют и вытекающих отсюда последствий поэтому наверное на этом все друзья давайте уже как говорится прощаться прощаться давайте о